И, собственно, сейчас мы уже переходим к мейн-карду. И первый бой, который в мейн-карде нас ожидает, это бой тяжеловесов. Андрей Орловский здесь у нас будет встречаться с Беном Ротвеллом. Ну, опять же, оба бойцы уже достаточно хорошо известны людям, которые за UFC следят, да и не только за UFC. Андрею Орловскому сейчас 40 лет, я напомню, и у него сейчас не самый хороший стрих в карьере. Тай Тойвас проиграл, Шамилю Абдурахимову проиграл. С Волтом Харрисом, ну, как бы сейчас стоит на топологен ноу-контест. Но, опять же, мы видели все этот бой и как он закончился. И в крайнем бою Августа Сакая, он опять же проиграл. Но это все были решения, да, где-то единогласные, где-то сплиты. В любом случае, Орловский, челюсть, которую уже многие там давно еще списали со счетов, он не дает по своей челюсти плотно попадать. И так или иначе как-то вот в атакате, да, делая таким вязким бой и достаточно сложным для своих соперников. И, ну, опять же, стоит отметить, да, что вот эти сплиты, ну, они такие весьма спорные. И вполне здесь и Андрею можно было отдать, собственно, победы. Ну, судьи как бы решили вот так, как они решили. Опять же, что касается Ротвелла, да. Он немногим моложе, всего лишь на 3 года, ему 37 лет. И я напомню, что в крайнем бою он вернулся после трехлетнего простоя. До этого он с Джуниором Досантосом провел крайний бой, проиграл ему единогласным решением. Вернулся, встретился с Благоем Ивановым. Проиграл бой единогласным решением. Опять же, отмечу, что это решение совершенно не отражает то, какой был бой. Он был очень близкий. Я знаю, опять же, судя, да, по комментариям, что очень многие посчитали, что несправедливо там Благое Иванову отдали победу. Но, опять же, ну, как бы мы прекрасно знаем судейство в ММА. Это весьма-весьма такая субъективная вещь. Ну, в любом случае, оба бойца после поражений, конечно же, и здесь им нужно выигрывать. Бен Роттл, фаворит, 1,54. Андрей Орловский, 2,6. Андрюх, ну, давай тебе слово, что здесь думаешь? На самом деле, вы, я знаю, любите это слово. На самом деле, когда я хочу притопить за Андрея Орловского каждый раз, он выпускает какое-то интервью или пишет какую-то херню в Инстаграме и напоминает мне, почему стоит все-таки притопить за его соперника. Тут, вот я думаю, что бой интересный, это реванш. И Андрей здесь находится на стрике из поражений. Как-то хотелось пожелать ему победу. И тут он такой, на, блядь, Федор там, козел, я его не уважаю. Нгану вообще пусть едет в Африку. Блядь, ну ты что? Ты профессиональный боец, ты публичная личность. Нгану пусть едет в Африку вообще. Я говорю, ну тогда, может, и ты, наверное, на родину уезжай. К нам, на полюшка русская. Че ты там засиделся-то в этих Америках западных? Просто, ну, неадеквашка парень какой-то. Я не знаю, как это комментировать. И здесь я однозначно буду Забена Ротвилл отопить. Я надеюсь, он реванширует это поражение. Да, теоретически, этот бой, опять же, будет каким-то близким. Этот бой будет вознёй. Я не знаю, сможет ли Андрей в этот раз избежать таких серьёзных попаданий, потому что Бен очень сильно ударить может. В тот раз он, конечно, сам ушёл в нокаут, но Андрей тогда был совершенно в иной форме. Он сам был очень взрывным, импульсивным панчером. Сейчас он в атакат. Бен Ротвилл тоже особо события не форсирует, но сильно ударить может. Я думаю, бой будет близкий туда-сюда. Но порадуюсь, если Бен его досрочит. Ну да, я не упомянул, что эти бойцы встречались, но в данном случае, я думаю, здесь это вообще значения не имеет. Это было очень давно, прям реально очень давно. Да, ну сейчас, в современных реалиях, я опять же, я здесь вынужден просто с тобой согласиться. Я за Ротвиллу буду однозначно здесь притапливать. И мне кажется, что вполне возможно, Орловский здесь прервёт свой стрик из поражений решениями судей и заработает всё-таки поражение досрочное. Ну, в любом случае, посмотрим. Перейдём к следующему бою. И, опять же, ну достаточно интересный здесь бой нас ожидает. Александр Хернандес здесь будет встречаться с Франсиско Триналдо. Ну, что касается Триналдо, боец уже весьма возрастной. Ну, мы уже не раз про него говорили. 40 лет ему, 23 победы, 6 поражений. Реально просто очень опытный парень, но он как бы всё ещё может. Некоторое время назад, да, в 17-м году ушёл на просто на прекрасном, на длинном стрики из множества побед. Причём там были неплохие имена. Стрик этот прервал Кевин Ли, он тогда проиграл. После этого выиграл Джима Миллера решением. Затем проиграл Джеймсу Вику решением. Ну, и в крайнем бою он встречался с Эваном Данномом. И, опять же, в очередной раз показал, что списывать как бы его существов пока ещё ни в коем случае не нужно, потому что Эвана Даннома он удосрочил во втором раунде. Что касается Александра Хернандеса, да, боец молодой, боец, ну, как мне кажется, всё ещё весьма и весьма перспективный. Я напомню, что он просто ворвался в UFC за 42 секунды, просто уничтожив Бенила Дариуша. Затем просто отдоминировал в борьбе против, ну, в моём понимании, достаточно неплохого борца Оливера Абин-Мерсье. И в крайнем бою встретился с Дональдом Сирони. И вот здесь уже как бы опытный Сирони всё-таки постепенно, постепенно этот бой перебрал к своим рукам. И во втором раунде ему вообще удалось нокаутировать своего молодого соперника. В общем, здесь мы видим коэффициенты, ну, такие относительно близкие, да, Хернандес небольшой фаворит, 1,57, Франциско Триналдо 2,55. В общем, Андрюк, здесь у нас как бы такое противостояние, да, молодого бойца и возрастного бойца. Кому здесь предпочтение отдать? Прям я бы сказал такого очень возрастного, но тем не менее Франциско Триналдо это парень, который из тех ребят, будучи в возрасте, но при этом как вино, с возрастом становится только лучше. Он сейчас в свои 40 лет, ему, не знаю, может быть, чуть меньше 40, а может уже чуть больше. Он выступает гораздо лучше, чем он выступал в молодости. Он очень неплохо прокачал свой тейкдаун диффенс. Он очень опасен в стойке. Он по-прежнему может нокаутировать людей. У него по-прежнему достаточно вменяемое кардио. И для Алекса это однозначно будет очень серьезным и жестким вызовом. Алекса является одним из самых, наверное, перспективных бойцов легкого веса. У него все на высоте. Я не знаю, учитывая его не самый такой богатый рекорд, у него не было огромного количества боев. У него и прекрасная стойка, и прекрасный партер, и физуха его находится на весьма таком внушительном уровне. Ну, вы сами видели то, что этот парень выдающийся атлет. И здесь на первый план выйдет, наверное, только опыт. Готов ли Алекс уже сейчас к такому опытному сопернику? Потому что мы видели его проблемы, банально проблемы с опытом в бою против Дональда Сироны. Он ведь неплохо начал тот поединок. Но Дональд потихонечку раскачался, присмотрелся к действиям Алекса и начал носить коррективы уже по ходу поединка, за счет чего и выиграл. Я думаю, что Алекс все-таки сможет выиграть этот бой, поскольку Франциско все-таки не Дональд Сироны, хоть и хорош. И Алекс, если будет грамотно миксовать тейкдауны со стойкой, сможет забрать решение в этом бою. Ну да, но опять же, если рассматривать коэффициенты, то, как мне кажется, они здесь достаточно верно расставлены. Хернандес действительно фаворит. Не особо большой, но все-таки фаворит. Ну, должен, должен здесь выигрывать. Но, опять же, Триналда все-таки, да, действительно боец опытный. И, конечно же, конечно же, у него здесь шансы есть. Ну, я здесь...